С 28 марта заведения общепита перешли на карантинный режим работы, чтобы остановить распространение коронавируса. Им запрещено впускать посетителей, они могут готовить еду только на вынос. Владелец ресторана Аршак Лалаян рассказывает, на доставку они поработали всего несколько дней и, к сожалению, пришли к выводу, что лучше будет закрыться. Расходы фонда оплаты труда, аренда помещения и коммунальных платежей были достаточно больше, чем было заказов за эти три дня. Потому что за три дня с марта было у нас пять заказов. А это очень мало для того, чтобы только покрывать расходы на коммунальные услуги. Ресторан был закрыт ровно месяц. Сейчас по просьбе постоянных посетителей он возобновил работу на доставку блюд. Аршак Лалаян признается, что часть сотрудников находится в отпуске за свой счет. Владельцу пришлось взять кредит, чтобы покрыть расходы на зарплату. Теперь каждый день работают вместо десяти человек всего два. Повар и менеджер, который принимает заказы. Используя определенные маркетинговые акции, мы стараемся держаться и выдержать этот удар, который мы получили, в первую очередь обшипели. Немного лучше обстоят дела в другом ресторане города Видно. Здесь удалось сохранить весь штат сотрудников и зарплату. Официанты у нас работают доставщиками и операторами. Кухня осталась тоже на составе. Мы единственное, что сделали, сменный график. Используем все виды защиты, которые сейчас можно, во всяком случае, использовать. Это маски, перчатки, дезинфицирующие средства для боксов, которых мы доставляем. И обязательно измеряем температуру перед тем, как сотрудник приходит на работу. Заказов около 20 в день. Этого вполне достаточно, чтобы держаться на плаву, считает владелец заведения. Максим Арапов рассказал, что арендодатели пошли навстречу и снизили плату за помещение и коммунальные услуги. В знак благодарности сотрудники ресторана приняли участие в благотворительной акции. Узная о том, что в Видновской больнице врачи нуждаются в питании, мы собрались вместе с нашими коллегами, объединились и мы начали доставлять обеды ежедневно в Видновскую больницу. Это уже делаем на протяжении двух месяцев. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, предприятия общепита должны возвращаться к привычному рабочему ритму в несколько этапов. На следующем могут открыться рестораны, площадь залов которых не превышает 50 квадратных метров, а количество посадочных мест – 10 на 5 столов. Далее заведениям разрешат принимать по 40 человек. На последнем этапе ограничений по количеству посетителей не предусмотрено.